3 июля исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Владимира Осиповича Богомолова. Библиограф Центральной городской библиотеки им. Ломоносова представляет видеообзор по произведениям писателя «Фронтовые мили» Владимира Богомолова. В Ассоциации Союзов писателей и издателей прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летних юбилеев писателей-фронтовиков Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василия Быкова и Бориса Васильева. Великая Отечественная война нашла широкое отражение в советской литературе 50-60-х годов 20-го столетия, поэтому празднование не ограничится лишь перечисленными именами. Не забудут и про Булата Акуджаву, и Виктора Астафьева, Юрию Друнину и многих других. 2024 год назван годом лейтенантской прозы. Многие будущие писатели уходили на фронт еще совсем молодыми, даже несовершеннолетними. Но именно благодаря им те страшные дни отразились в многолекой прозе тех лет. А зори здесь тихие, и завтра была война Бориса Васильева, Сотников Василия Быкова, Горячий снег и батальоны простого огня Юрия Бондарева, в августе 1944 Владимира Богомолова. Юбилеи писателей и поэтов-фронтовиков станут поводом для популяризации литературы 50-х-80-х годов, помогут актуализировать ее в наши дни. Биография писателя изобилует разночтениями. Владимир родился 3 июля 1926 года в деревне Кирилловке Московской области. Он был человеком закрытым. Спорят о том, где он служил – в армии или госбезопасности, в разведке или контрразведке. Его отец, петербургский юрист, затем теоретик права, в 1938 году был арестован. Еще до суда у Войтинского стажа случился обширный инсульт, и он умер в 43-м сумасшедшем доме тюремного типа. В роду Войтинских были политики и художники. Так что это был вовсе не деревенский парень. В Подмосковье жили родители матери, а московские. Бросив школу, он пустился в странстве, переменил множество работ и экзамен за восьмилетку, сдал экстерном в Севастополе. В этом много непонятного. Тогда в СССР было невозможно переменить работу по собственному желанию. Указ 26 июня 1940 года недвусмысленно обещал лишение свободы, не говоря уж о воинском учете. Но так или иначе, 17-летний Войтинский возвращается в Москву. С началом войны Владимир уходит в полувоенное формирование. Полк местной противовоздушной обороны. Оттуда, собственно, в армию. Попадает на Калининский фронт, прибавив себе в возрасте 2 года. В апреле 42-го получает тяжелое ранение и оказывается в Бугульме. В звании младшего лейтенанта он окончил Ленинградское артиллерийское техническое училище, располагавшееся в Ижевске. Видимо, он комиссован, что не мешает ему быть снова призванным в 43-м. Причем на момент призыва он уже кандидат в члены ВКПБ, несмотря на судьбу отца. И, наконец, с сентября 44-го года он служит в контрразведке. Доходит до Берлина. Потом начинается война с Японией. Его переводят в Манчжурию. После войны он попадает на Чукотку, затем на Сахалин. И все-то зыбко, даты не точны. С Дальнего Востока Владимир попадает в Петкарпатский военный округ. Умудряется просидеть больше года в гарнизонной тюрьме. Кажется, за препирательство с начальством. Служит в оккупационных войсках на территории Германии. И увольняется из госбезопасности в ноябре 49-го по состоянию здоровья. Дальше начинаются загадки его судьбы. Разгадывать которые сам писатель не помогал. Я действительно в юности был участником Отечественной войны. С 43-го года занимался разведкой. И не только войсковой. После войны служил в контрразведке на Чукотке, на Камчатке. Боролся с бандеровцами на Западной Украине. Все это чрезвычайно запутная биография. И не только военные части. Тем более, в какой-то момент Войтинский превращается в богомольца. То есть берет фамилию матери. А еще через некоторое время, в 53-м году, сдав экзамены за десятилетку, опять экстерном, и уйдя с филфака МГО, он становится богомоловым. Военную прозу Владимира Богомолова сравнивают с прозой Константина Симонова. Как писатель, Богомолов начинал с рассказов и повестей. Иван и Зося, две повести, были замечены. На слайде вы видите книгу «Сердце моего Борь», куда обе они вошли, кроме некоторых рассказов. Первая публикация повести Зося состоялась в журнале «Знамя» в 1965 году. После опубликования повести и первых откликов, Богомолов сказал в интервью о том, что побудило его к ее написанию. «Людям сейчас очень нужны чувства. Большие, чистые, добрые и прежде всего между мужчиной и женщиной». Во имя этого написано Зося. 1944 год. После месяца непрерывных наступательных боев в маленькой деревушке под Белостоком остановился на отдых и переформулирование бескровленный мотострелковый батальон. Исполняющим обязанности комбата на тот момент являлся Виктор Бойков. А над штаба – герой повести, он же – повествователь. Недавно в распоряжении обоих были шроты, а теперь следовало организовать свободное время солдат, чтобы сохранить дисциплину и готовность целого батальона. Ильское солнце, запах яблок, прохладные струи небольшой речки и 200 бланков извещения о смерти, которые должен заполнить молодой лейтенант, заместитель командира батальона. На этом фоне произошла мемориотная встреча с польской девушкой, навсегда оставшейся в памяти вчерашнего школьника из-за парты, ушедшего на фронт. Герой повести, наслаждаясь теплым мирным и людским днем, купаясь в речке, цитирует стихи Есенина. На берегу его слушает польская девушка, дочь хозяйки, где квартирует комсостав Зося. Разительный контраст между жестокостью смертельного сражения, требующего высшего напряжения суровой воли, и нежностью, чистотой человеческих чувств, никого не может оставить равнодушным. Грубость и ожесточение, наслаждаемые войной, не в силах опустошить человеческое сердце. Во многих читательских письмах, хранящихся в архиве Богомолова, эта повесть из военного времени называется стихотворением в прозе. Критики были единодушны, отмечая достоинство литературного языка в Зося, чистоту и тонкость художественного письма, лирические интонации и особую музыкальность повествования. На киностудии имени Горького, режиссера Михаила Мбогиным, был снят польско-советский фильм «Зося». На Московском международном кинофестивале в 1967 году он получил приз. Экранизация повести «Иван» о 12-летнем мальчике-разведчике. Известна нам по дипломной работе режиссера Андрея Тарковского к фильму «Иваново детство». В повести мальчика не называют уменьшительно ласкательными именами «Ванечка», «Ванюша», «Он для всех Иван». Боевые офицеры даже как-то стесняются Ивана Буслова. Им не по себе. Приходится отпускать полураздетого, полуголодного, безоружного ребенка во вражеский тыл. Иван уходил много раз на задание и много раз возвращался. Уговорить его уехать вглубь страны, поступив в Суворовское училище, невозможно. Он потерял отца, сестренку, маму. Бойцы говорят о нем, что его душу жжет ненависть. Владимир Богомолов написал повесть о таком детстве, которого быть не должно, детям не место на войне. И если до них нашлось дело, то это горе. В повести мы видим трагедию детской судьбы Ивана глазами молодого старшего лейтенанда Гальцева. Человека доброго и даже сентиментального. Вот концовка повести Иван. Она была написана в 1957 году. где писатель уже начинает делать то, чего до него не делали. Передавать прозу и трагедию войны языком документов. Задержанный 21 декабря 1943 года, русский школьник, 10-12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи, Клинск в соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25 декабря 1943 года в 6 часов 55 минут. Повесть Иван, опубликованная в журнале «Знамя», принесла автору признание и успех и вошла в классику прозы о войне. Настоящую славу принес Владимиру Богомолову роман «Помент истины» в августе 1944 года, опубликованный в «Новом мире» в 1974 году. Эта книга похожа на многослойный пирог. В ней есть детектив, есть множество историй, крохотных внутренних романов со своими героями, сотни деталей, пресловутые документы, те самые шифрограммы и донесения, из-за которых Богомолова, по легенде, вызывали серьезные, строгие люди в штатском, интересовались, откуда он их взял. И тот отвечал, что придумал эти справки и приказы от начала до конца. Но известно, что Богомолов очень много работал в архивах, изучал документы, подробно расспрашивал фронтовиков. Знаменитый роман очень интересно написан. Он говорит разными голосами, и время в нему быстряется, раскручивается, и под конец летит камнем. Из 400 страниц четверть рассказ о том, что происходит за полчаса на лесной поляне. Там есть дух времени, слышится гусечный лязг, чувствуется горькая пороховая вонь, идет движение миллиардов казенных бумаг, миллионов людей, все, что позволило сделать его живым. Богомолов пишет о поиске вражеской разведгруппы, как Артур Хейли, об аэропорте или отеле. При этом сюжетная конструкция и прием у него очень сложны. Происходящее будет бы снято с нескольких камер. Движение героев все время обустряется. Последние главы описывают всего несколько часов жизни героев, а можно сказать, даже минуты. Боевой офицер, который по ранению попал в комендатуру и которого через час убьют, кричит, «Я в армии четвертый год, и вашей спецификой по учениям и обдительности не то что сыт, перекормлен, однако ни одного шпиона даже во сне не видел. Дезертиры, паникеры, изменники встречались, двоих сам расстреливал, гласовцев видел, полицаев, но шпиона ни одного, а вас, охотничков, как собак нерезанных, НКВД, НКГБ, контрразведка, прокуратура, трибуналы и еще милиция». Константин Симонов сказал, что в августе 44-го это роман не о контрразведке, а о советской государственной машине и типичных людях того времени. К столетию писателя Павел Басинский опубликовал в литературной газете о 3 июля статью «Июль 24-го Владимира Богомолова». Литератор был знаком с творчеством Богомолова с подросткового возраста. Он интуитивно ощущал истину. В героях Богомолова было что-то такое, что с ним не хотелось расставаться ни во время чтения, ни после него. Что-то в этих героях было глубоко правильное, а с другой стороны неправильное, какой-то парадокс. Этим, наверное, они брали за душу подростков. Герои любимых книг как-то это в себе совмещали. Жили по правде правильно, но не как все. А разве все живут по правде правильно? Павел Басинский продолжает. Монографической биографии Богомолова, насколько я знаю, не существует. В списках ЖЗЛ его имя не значится. Его биография, его книги. В них момент истины. Книги из этого обзора и статья Павла Басинского доступны читателям в фонде Центральной городской библиотеки имени Ломоносова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова